К часу дня в Спасском Лутовиново было уже больше 4000 посетителей, а люди все прибывали и прибывали из Тулы и Калуги, из Новомосковска и Ильца, из Брянска и Курска, из Москвы и Липецка. Кто-то в парке был впервые, а кто-то старается постоянно посещать родовое гнездо писателя, как впрочем, и перечитывать его произведения. Его рассказы, мне кажется, вообще неповторимы, очень, я бы не хотела сказать, что трагичны, но все равно имеют какой-то вот такой драматизм свой, который привлекает, особенно дворянское гнездо, которое Кончаловским снято. Фильм необыкновенный, актеры хорошие. Похвалы от зрителей удостоились и актеры Омского театра «Галерка». Из Сибири в центр России добирались трудно, буквально на перекладных, но признаются, чтобы увидеть и почувствовать красоту Тургеневских мест, стоило преодолеть все тяготы российских дорог. Я вот так в себе все и представлял. Ну, конечно, мы увидели фотографии, мы видели картины, мы видели все, что есть в Спасской Лутовиново, но другое дело, что это можно сто раз услышать, но лучше один раз увидеть. Мы приехали, мы оказались в этой сказке, в этой сказке русской жизни. Весь свой театральный сезон «Галерка» посвятила творчеству Тургенева. Поставили провинциалку, вечер сорента, холостяка. В Спасском Лутовиново гости из Омска были впервые, и впервые же играли под открытым небом. Минимум декораций, максимум самоотдачи. Ну, я всегда удивлялся тем родителям, которые с пренебрежением относятся, так сказать, к музыкальному воспитанию своих детей. Это, по-моему, непонятно. Не правда ли? Совершенно истину извалили сказать, да. Я тоже порой удивляюсь, какие пентихи живут на белом свете. Еще одним подарком к празднику стало выступление Олега Погудина. Ведь многие из гостей преодолели не один километр дороги, только чтобы услышать серебряный голос страны, насладиться чистотой исполнения любимых романцев, слова из которых знают наизусть. Утро туманное, утро седлое, нивы печальные, снегом покрытые. Я хотел вспомнить, и время былое, вспомнишь лица давно позабытые. Звучали со сцены другие знаменитые композиции, в том числе «Мой костер в тумане светит» на стихи Якова Полонского. Литератор и поэт дружил с Тургеневым и часто бывал в имении. Как отметил народный артист России, умение облекать свои мысли в изысканные фразы сегодня большая редкость. И юбилей с дня рождения Ивана Сергеевича повод напомнить о том, как прекрасен русский язык и как важно сохранить эту красоту. Язык Ивана Сергеевича Тургенева, его прозы, его стихотворения в прозе, даже его какие-то критические статьи, они требуют внимания. Нужно притормозить, нужно обратить внимание, нужно вчитаться, нужно вслушаться в соединение этих прекрасных слов. Потому что Тургенев из тех чудесных авторов, у которых важно не только что написано, но и как написано. В этом году дворянский гнезд заветной аллеи украсила своим голосом и еще одна звезда – оперная дива Любовь Казарновская. Это не точка в мероприятиях, посвященных юбилею со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Уже в июле в парке состоятся музыкальные вечера. В августе приглашают всех на яблочный спас. Ну а самые интересные события намечены на 9 ноября. Что ждет гостей, пока остается секретом. Из Паскова Лутовинова Мария Семак, Анатолий Пикуров, Вести Орел.